и проблематики пропаганды, дезинформации. В последнее время там усилилась раскрутка, и делается это германскими властями, тематики мнимой российской угрозы по распространению дезинформации и пропаганды. 17 августа было опубликовано заявление Германского федерального ведомства по защите Конституции. Оно было посвящено возможным последствиям конфликта на Украине для внутренней безопасности в ФРГ. И все было припровождено соответствующими комментариями главы ведомства Хальден Ванга. Немецкими контрразведчиками прогнозируется рост интенсивности российской пропаганды с целью, как они отметили, это прямая цитата, нагнетания страхов среди населения Германии по поводу критической угрозы, дефицита энергии и продовольствия в стране, и тем самым внесения раскола в немецкое общество. Минутку, подождите, давайте разберемся. О том, сколько и как немцы должны мыться, это мы рассказываем? То есть это посольство России в Берлине регулярно информирует население Германии, как им экономить электроэнергию, сколько и как им мыть посуду, сколько и как принимать душ. Потому что это кто себе такой позволяет? Российский посол Нечаев? Мне казалось, это делает канцлера ФРГ Шольц, всевозможные министры правительства ФРГ каждый день. Делают это они инициативно или рассказывая в интервью, а также отвечая на вопросы своих граждан. Вы, простите меня, господин Хальден Ванг, вы своих коллег по германскому правительству считаете тоже дезинформаторами, пропагандистами, которые работают на внесение раскола в немецкое общество? Или так ничего? В общем, им можно. Мы вообще ничего не говорим про дефицит энергии и так далее. Мы делали все, чтобы непосредственно в Германии дефицита энергии не было. Мы строили газопровод совместно с немецкими компаниями. Я понимаю, что очень удобно делать вид, что вы не знаете об этом или не помните. Но, честно говоря, этот вид уже говорит не столько об амнезии, сколько о глубинных психологических проблемах на грани психиатрии. Вы не знаете, что мы поставляли и поставляем Германии ресурсы? Вы разве не знаете, что именно нынешнее германское правительство делает все, понятно по указке из Вашингтона, чтобы разрушить энергетическое взаимодействие с нашей страной. Напомню, это не Германия поставляет России ресурсы, а Россия Германии. И вы нас еще, разрушая это самое энергетическое сотрудничество, во время которого, в ходе которого Германия получает ресурсы, вы еще нас обвиняете в угрозах дефицита энергии? Да вы с ума сошли. И это сейчас не метафора. Параллельно на сайте МВД, ФРГ, размещена подробная брошюра-инструкция для широких слоев населения о противодействии российской пропаганде и дезинформации. Ну, рядом с брошюрами-инструкциями о том, как немцам мыться, экономить электроэнергию, сколько как мыть посуду, себя, членов семей и так далее, и так далее, как поливать или не поливать газоны. Вот рядом находится другая инструкция для широких слоев населения, как я уже сказала, о нашей дезинформации. В условиях усиления дезинформационной активности со стороны российских государственных СМИ, близких к Москве интернет-ресурсов, а также аккаунтов, принадлежащих МИД России и российским типом предстоятельствам, к рядовым немцам обращен призыв проявлять бдительность, не принимать на веру все подряд и не участвовать в распространении непроверенных сообщений. Это каких таких непроверенных сообщений? Просто можно в этой брошюре или рядом, это у меня вопрос к МВД и ФРГ, перечислить примеры непроверенных сообщений, которые немецкие граждане случайно могут распространять, бесконтрольно. Вот еще такой вопрос, скажите, пожалуйста, а кто проверять будет сообщения немецких граждан, которые можно распространять бесконтрольно, а которые распространять нельзя? МВД Германии, у них будет такой сайт по проверке сообщений, допущенных к распространению и недопущенных. Это по-другому называется. Это даже не цензура, это тотальный контроль над своими гражданами. Тоже называйте вещи своими именами. В качестве надежных источников информации рекомендуются исключительно новостные сообщения системных германских средств массовой информации, материалы из сайта германских органов власти. Ясно. То есть и это тоже не цензура. И это тоже все прекрасно. А ничего, что сами же германские средства массовой информации вот буквально год назад выявили большой пласт дезинформирующих материалов, которые они сами же распространяли, проводили расследования, увольняли сотрудников, говорили о тех проблемах, которые есть в германских средствах массовой информации. Или все равно, раз германская, то все можно. Ну, хорошо. Ну, просто вопрос в том, что к этому надо тогда относиться по-другому. Надо просто заявить о том, что в Германии вводится тотальная цензура, что найден внешний враг, который будет теперь обвиняться во всех внутренних проблемах, что только одна идеология и одна информация является верной, только та, которая распространяется официальным Берлином. И что вот о дефиците энергии Берлин говорить может, и это правильная информация. А о дефиците энергии в контексте международных поставок говорить никто больше не может, потому что это является дезинформацией. Ну, вот пару примеров привести таких, чтобы стало всем понятно, и немцам тоже, к чему их, собственно, привели. Что хотелось бы отметить в этой связи. То есть голословные, придуманные истории, инсинуации германских властей о российской пропаганде, дезинформации, которые охотно подхватываются и распространяются в ОФРГ местными средствами массовой информации, блогерами и так далее. В протяжении многих лет, не сейчас это началось, то все давно не удивляет. Я хочу напомнить, что именно Берлин заблокировал вещание на немецком языке, просто приватизировав все право на использование немецкого языка российского телеканала Rush Today, чего-то очень сильно испугавшись. Это было не сейчас, это было уже какое-то время. Примерно год длилась вся эта драматургия с тем, как Берлин официально, используя все возможные ресурсы, блокировал вещание на немецком российского телеканала. Хотя на немецком разговаривают не только в Германии. Вот в этот раз немцам удалось, конечно, прыгнуть выше головы. Получается, что германские власти упрекают нас ровно в том, в чем практически на ежедневной основе упражняются их системные средства массовой информации, которые тиражируют истории о вине России в ухудшении социально-экономического положения Германии и необходимости жесткой экономии энергоресурсов, как они говорят, на зло Путину. Вот опять вы тогда тоже определитесь, есть проблемы с энергетикой в Германии или нет. Если они есть, тогда опубликуйте список, кто об этом может говорить, просто поименно название средств массовой информации, вот им можно говорить, а другим нельзя. Но это же касается не только энергетики, это касается и других вопросов. Вполне в духе Оруэлла Берлин собственными руками сеет панику среди населения, она временно выдавая происходящее за происки Кремля. Но опять же надо определиться. Если это происки Кремля, значит, есть проблемы в Германии. Ну, наверное, по этой логике. Ну, а проблемы говорить нельзя. То есть нет проблем. Тогда и происков нет. Или они есть, но они до Германии не доходят. Ну, какая-то абсолютная логичность. По сути, опубликовав упомянутые высшие материалы, Берлин просто публично расписался в прогрессирующей утрате контроля над логикой. Ну, соответственно, той какой-то странной заряженностью, уже даже не русофобского характера, а просто болезненного характера, который они направляют в немецкое медиапространство. Выходит, что развернутая им агрессивная агитация не срабатывает, не оказывает ожидаемого воздействия на настроение в германском социуме. И вот, судя по всему, просто растет количество людей в Германии, которые задыхаются от этого удушающего такого медиа-абсурда, которые задают неудобные вопросы, которые сомневаются в правильности действий властей в отношении России, и в том числе в отношении, в принципе, позиций, которые занимает Германия в международных отношениях. На этом фоне в ход идут опробованные инструменты зачистки информационного поля от любых источников альтернативных точек зрения. Стигматизации подвергаются все отклонения от генеральной линии германского официоза. Таков на текущий момент плюрализм мнений в ФРГ, который столь усердствует по учению других демократическим ценностям. Нет никаких таких ценностей, как мы видим в Германии, потому что появляются такие абсолютно абсурдные и дикие материалы, о которых я сказала.